Чётко определить конкурентные преимущества каждого региона. Такую задачу поставил премьер-министр России на встрече с главами субъектов. Она прошла на российском инвестиционном форуме в завершающий день. Рассматривались проблемы территорий, способы их решения. Речь шла в том числе и о реструктуризации долгов. Над этим Самарская область активно работает. По итогам 2017 года объём госдолга по отношению к 2016 сократился на 3 миллиарда рублей и составил 64 миллиарда 400 миллионов. Что касается сочинского форума, то он стал для нашего региона результативным. Переговоры, соглашения, награды. Последние подробности далее. Объединить усилия глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор Национального агентства развития квалификации Александр Лейбович подписали соглашение о сотрудничестве. Самарская область стала первым регионом, с которым агентство будет работать в таком формате. Рынок труда и сфера образования будут объединены общей концепцией общей методикой и общими бизнес-процессами. Это позволит обеспечить экономику области квалифицированными кадрами. Сотрудничество будет вестись в ключевых для региона отрасля. В соглашении их указано 8. Это в том числе машиностроение, ракетно-космическое, отрасль строительства. Мы сейчас первый раз с регионом перешли к комплексному решению вопроса, который позволит не только сформировать новые профессиональные стандарты, новые системы квалификаций, но и активно внедрять их в практику. По сути дела, это не столько соглашение, сколько целостный проект по развитию рынка труда Самарской области с учетом ее интересов социально-экономического развития. Подводят в Сочи итоги работы регионов. Так, проект Самарской области «Молодой, успешный и рабочий» получил приз всероссийского конкурса программ социального развития регионов на премию имени Александра Поченка. Отличительная черта программы в сравнении с имеющимися аналогами – установление мер поддержки молодым специалистам без привязки к социальной и государственному муниципальным сферам, а также предоставление субсидий работодателям, трудоустроившим молодых специалистов. Этот конкурс имеет особый статус тоже для нашей страны, потому что те новации, которые сегодня реализуются в регионах, мы их помещаем в копилку лучших практик. Они расходятся дальше по всей стране, и это облегчает жизнь следующим. И если какой-то регион научился бороться с той или иной проблемой, задачей и нашел свой интересный подход, то потом мы легко это распространяем на территории всей страны. В целом этот форум, можно сказать, что стал результативным для Самарской области. У главы региона состоялись переговоры с инвесторами, подписаны и новые соглашения о сотрудничестве. Российский инвестиционный форум с каждым годом набирает обороты. Очень хорошая площадка для презентации проектов, для обсуждения проблематики, понимания федеральной всей повестки о каких-то барьерах, препятствиях, которые сегодня стоят перед регионами, как их нужно преодолевать. Очень плотный график и у губернатора, и у всех участников, депутатов активно участвуют. У нас есть ряд вопросов, которые перед нами стоят. Мы надеемся, что все они пройдут к конкретным результатам. Результат – это социально-экономическое развитие региона. Ольга Павловская, Александр Кракулько, Новости губернии, Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова